Ребят, всем привет с наступающими супер короткий апдейт по биткоину. Я скажу довольно-таки важную вещь. Смотрите, мы подходим к середине этого канала, в котором мы зажаты с вами уже, напоминаю, что с 5 декабря. И посмотрите, как много тут всего уже происходило. Вот здесь, вот здесь у нас было сопротивление, да, вот здесь была поддержка, вот здесь была поддержка, вот здесь была поддержка, ее пробили, в итоге ушли вниз. Вот здесь было сопротивление, короче говоря, это центр канала, это уровень 40, сколько сейчас биток, 42 500, да, и верхняя граница канала 44 500 примерно, нижняя граница 40 500, то есть плюс-минус 2000 долларов. И что я вам хочу сказать сейчас, возможно, довольно-таки банальную вещь, что если мы сейчас пробьем этот уровень наверх, то это лонг, в краткосроке, я сейчас говорю с трейдерами. Инвесторы вообще, переключайте это видео, даже не смотрите, сидите ровно, выдыхайте. Трейдеры, краткосрокеры, если мы сейчас пробьем вот это сопротивление, то это по-любому лонг куда-то дальше, куда пока непонятно, но хотя бы вот сюда на 43 700, а то и наверх выбивать 45 стопы шортистов. Но если мы сейчас от него отвергнемся, как от сопротивления, то это шорт, это шорт с целями, вероятными, скорее всего, хотя бы на 41, 4500, а то и с заколом на 39 или ниже. Вот и все, что я вам хотел сказать по биткоину, пока очевидных никаких сигналов, знаков нету, то, что это шорт, пока мы растем в моменте, но помните, что здесь сидит сильный продавец, и вот мы видим нисходящую тенденцию. Поэтому Candle Wave 4-часовик отсигналил покупку тоже, кстати говоря, от середины этого канала по ТРДРу. Мое дело вас предупредить, все ссылки на лучшие биржи в описании, у меня пока вот так вот, Dash прикрытый был, поскольку новости были по делистингу с Окекса, но я снова добрал, эфир классик тоже добрал, вот в плюс выходит. Ну, дисклеймер, не финансовый совет, как бы сами понимаете, рука на пульсе. Аудио тоже начинают убирать, пока в небольшом минусе. Лайткоин, риппл, мана, эфирчик. Короче говоря, думаю, что пока вот альткоины, альткоины могут хорошо отыграть те, которые еще не улетели. Те, которые еще не улетели. Микс C тоже держу, стелларчик вроде пошел неплохо, атом держу, вывожу из просадки, вот была просадка минус 100 атом, сегодня сейчас уже минус 77. Похоже, что-то на отскок мы наблюдаем, поэтому я в приоритете лонг держу, но стоп короткий, рука на пульсе. Вот, ну и что, давайте саланку глянем, потому что на ней много хайпа. И в лице саланки поговорим о всех альтах, которые уже вот так высоко улетели. Ну, тут пока все, кстати, на 4-часовике здоровая коррекция. Посмотрите, дошли до сетки, и статистически на этой сетке нужно покупать на аптренде, на бычке. Она, ну иногда она ее пробивает 4-часовой вот так, и уходит под нее, и мы видим локальный медвежий тренд. То есть сейчас, смотрите, если мы сейчас не сможем закрепиться над сеткой EMA Ribbon 4-часовой и уйдем ниже, это будет локально шартовый сигнал. На дневке, соответственно, вот мы можем просто дойти, потрогать ее как поддержку. Это было бы 92 доллара, вообще прекрасно, чтобы докупить саланы, если мы говорим о продолжении роста. Но все будет зависеть сейчас от всей этой штуки, одобрение ETF, вроде в первых числах января уже они там говорят и так далее. Понятно, что это все влияет на сцену, конечно же, в краткосроке. Но в долгосроке, ребята, вы же понимаете, что только биткоин, только лонг и только туземун. Посмотрите, где мы находимся вообще, мы поразительно дешево стоим в накопительном канале, там, где, ну, долго обычно не дают закупаться, ребят. Поэтому надо не тупить, а действовать, позаботьтесь о том, чтобы у вас были биткоины. И желательно на холодном кошельке, а не только на бирже. Вот, что я вам хотел сказать. Нас ждет с вами впереди очень увлекательный цикл, ребята. Нас ждет с вами впереди очень увлекательный цикл, ребята. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы вы были в ракете хотя бы на споте. Всем туземуна, с наступающим профитролей и скоро увидимся. Пока-пока. В телегу обязательно к нам подписывайтесь. И на бастион. Редактор субтитров А.Семкин